Лимфатическая система Первое потрясение у меня было, когда я прошла специализацию по японской мануальной терапии, я профессиональный мануальный терапевт, а вот вторая шоковая ситуация была, когда я прошла лимфологию. То есть я поняла, насколько мы ничего не знаем, не на уровне просто даже участковых врачей, а на уровне врачей, которые имеют дело вообще с жизнью и смертью больного. Есть профессор Левин, это совершенно потрясающий ученый, который в альтернативе работал много лет и который пытался как бы всему миру доказать, что лимфатическая система это очень важно, а на самом деле очень важно. Это система вывода ядов, особенно бактериально, грибково-паразитарно, яда простейших. И практически от этой системы зависит иммунитет человека. А иммунитет это жизнь. Мы с лимфатической системой обращаемся совершенно не так, как с ней можно обращаться, с ней вообще никак нельзя обращаться, только на вы. Лимфатическая система идет вся снизу вверх и никогда назад. Снизу вверх. С кончика пальцев до грудного лимфатического протока. А массаж нам делают? С трех раз. Сверху вниз. А это значит рушат лимфатические протоки. Вы видели клапаны, которые, вот лимфатический проток, вот клапан, вот такой клапан, обратная дверь. Лимфа поднимается и клапан захлопывается. Лимфа поднимается и клапан захлопывается. Если промассировать вот так пару раз интенсивненько, то все клапаны порушатся. Лицо нам массирует в другом порядке. Делал кто-нибудь массаж, да? Как массирует? Вот так? От центра к ушам? Обычно косметички под глазом делают это наоборот. Пальчиками. По лимфоузлам. Вот я про это говорю. Массажная линия идет под глазом в эту же сторону. Есть проблемы. Я вас уверяю, есть проблемы. Для того, кто знает ход лимфатических протоков, есть проблемы. Есть профессиональные массажистки, которые владеют системой лимфодренажа. Безусловно, они и владеют. И есть 50% косметологических работников, которые, может быть, еще не получили эту систему. Есть процентов 50 массажистов, которые вообще не знают, что лимфа идет снизу вверх. И в нашей группе обучалась половина хирургов, которые вообще никогда не зашивают лимфатические сосуды. Есть врачи, которые не знают, что в голове нет лимфатических сосудов. Но очень много в этой смысле проблем, потому что никто из нас с вами, из врачей, не получал в институте бесплатную специализацию по лимфологии, по клинической лимфологии. Есть институт лимфологии в Новосибирске. Наверное, там много очень знают, но это никакого отношения к, не знаю, участковой службе Москвы не имеет. А мы обращаемся в участковую службу с просьбой нам помочь и так далее, и так далее. Поэтому наука слишком далека, она оторвалась и убежала. Наша цель – догнать медицинную науку, которая убежала от нас. Итак, сосуд кровеносный, по которому идут эритроциты, лейкоциты 28, 15, 12. Клетки, которые получают из них питание. Из каждой ткани отходят лимфатические сосуды, которые начинаются прямо в ткани. И которые фильтруют через себя огромные потоки лишней жидкости. То есть жидкость, вот там было равновесие Старлинга, это все как бы, ну мы не стали вырезать, просто резать фильм. Жидкость выходит сюда, вместе с растворенными питательными веществами. Чуть-чуть всасывается назад. Но основная жидкость, промывая вот эти ткани, промывая это болото, уходит в лимфу. Тут живут бактерии, вот тут, вот тут живут грибки, связанные между собой и цепями. Тут живут паразиты, прямо в ткани, аписторхи, лямблии и так далее. Постоянно смывается водой из сосуда все и уходит в лимфу. Каждую минуту идет опорожнение. Помните задачку? В бассейн по одной трубе наливается такое-то количество воды. По трубе меньшего диаметра или большего выходит другое количество воды. Рассчитайте, через сколько вода заменится в бассейне. Я никогда не могла рассчитать. Бесполезно. Вот тут вот по одной трубе входит, по другой трубе выходит. А пространство должно быть идеально чистым. Таможня, лимфоузел. Первого маленького масштаба. Если он поражет, говорят, рак первой степени. Метастазирование идет по лимфоузлам. Протягивает всю воду сюда. Десять входов, один выход. Здесь ферментная база лимфоцитов, макрофагов. Они там живут. Лимфоузел – это коробочка, в которой живут живые макрофаги. А, лимфоциты, Т, В и так далее, и так далее. Они уничтожают, фильтруя вот эту жидкость всех бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших. Относительно чистая лимфа идет дальше. А к ней подсоединяются более широкие территории. И уже следующий узел, второго порядка. И если он забит, называем рак второй степени. И так далее. Десять входов, один выход. Десять входов, один выход. И все снизу вверх. Это называется работа лимфатической системы. Что важно? Важно то, что лимфатическая система – это единственная система, кроме почек и желудочно-кишечного тракта, которая имеет выброс через слизистые оболочки наружу. Наружу. Совершенно уникальная вещь. Через кожу мы ничего выплюнуть не можем. Если лимфа сломана, будем плеваться через кожу. Теоретически понятно? Выброс ядов может произойти только через слизистые оболочки. Потому что они не имеют мертвого защитного барьера эпителия, эпидермиса. Итак, первый плацдарм лимфатической эвакуации. С трех раз. Первое место высадки трупов бактерий. Наружу. Нос. Здрасте. Лимфа идет снизу и сразу в нос. Влагалище. У женщин, у ретро, у мужчин. Как только в организм что-то попало, сразу человек что-то обнаруживает. Либо начинаются выделения, либо боли, либо рези, либо еще что-то. Это значит, что-то попало. То есть не что-то, а кто-то. Грибок, бактерия, вирус, паразит, простейшая, хламидия, аписторх. А мы боремся с чем? Ну вы с чем боретесь? С выделениями. А бороться надо с кем? С паразитами. С бактериями, вирусами, грибками, с АБВГД миром. А у нас главная проблема? Чтобы не было выделений, кашля, насморка, ну и так далее, да? Говорят, вот одну таблеточку вставите во влагалище, и выделений не будет. А куда они денутся от одной таблеточки? Километры грибковых колоний, которые живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике, да? И куда они денутся, если мы во влагалище засунем одну противогрибковую таблеточку? Она может быть такой силы, что всосется и так шарахнет, что и печень отвалится вместе с почками. Но, как правило, происходит нормально. Три дня нету, потом снова. Молочница, например, да? Что такое молочница? Что такое выделение при молочнице? Это трупы грибка, которые уничтожены, были лейкоцитами. Поэтому не с ними надо бороться. Что с трупами бороться? Они уже трупы. Бороться надо с живыми грибками. А бороться можно одним способом, одним, поднимая иммунитет. Потому что все живое не убьешь в организме. Поэтому надо поднимать иммунитет. Второе плацдарм высадки. Ну, давайте, легкие, это уже пятый. Кишечник. Через кишечник выделяется огромное количество ядов. Кто-то говорит, у меня дизентерия. Ну да, слышали такое, да? И у меня в калии одна с трех раз слизь. Что такое слизь? Это тот же самый гной. Это трупы вирусов, бактерий, грибков, дизентерийных палочек, сальмонелл и так далее. Кишечные лимфоузлы, их тысячи, открытых в пишечник. И выделяют эту слизь. Третий плацдарм. Потовые железы. Поднимаемся на этаж выше. Подмышечные впадины. Человек должен потеть. Все яды, которые могут уйти через кожу, гормоны, токсические яды, то есть средние молекулы, не гной, уходят через пот. Что мы делаем, чтобы они не уходили никогда? 20-ти часы, 3-х часовой дезодорант. И пугай вас, не пугай. Катай вас на горах, не катай. Потоотделения не будет. Куда пойдут яды? В молочную железу. Так и происходит. Мастопатия. Загрязнение лимфатического бассейна молочной железы. Лимфа гнала все на пот. А мы взяли, сбрызнули. И Джеймс Бонд. Страшная ошибка. Вообще страшная ошибка. То есть 24-х часовым дезодорантом никогда пользоваться нельзя. Только 6-ти. Максимум. А потом потеть. Смывать и потеть. К сожалению, химические вещества, брызнутые на кожу, сужают сосуды по заданной программе. 12, 24, 48. А сейчас появились дезодоранты 7 дней. 20 дней. А потом заблокируется механизм работы потовых желез. И вообще. Вместо больной перед смертью потел? Потел. Хорошо. Вот это лимфатическая система. Это кожные каналы через лимфатическую систему. Да вообще все это лимфатическая система. Вся кожа это лимфатическая система. Все суставы это лимфатическая система. Вообще очень просто. На самом деле. Вот сустав коленный. Раз, два. Маслы, да? И капсула. У меня где-то текают суставы. А что тут отекать? Что там где отекать? Ничего там нету. Там сзади огромный лимфоузел. Если его затрамбировало бактериями, например, бета-гемолитическим стриптококом, который живет в крови, кстати, то здесь получится артрит, ревматоидный, инфекционно-аллергический, полиартрит. Да как хотите. Если все суставы затрамбировали, полиартрит. Если один сустав, моноартрит. Ну и так далее. Причем тут суставы вообще? Две кости, ни о чем не подозревая. Живут себе и живут. Температура. Для чего температура в суставе? Чтобы бороться с бактериями. Отек. Почему? Да лимфоузел не пропускает. А мы что делаем? Греем. Грязи. Гормоны. Растираем. Поможет? Да никогда. Лимфу надо чистить. Но сначала посмотреть, кто там живет. Сколько? Сколько вешать в граммах. Пока мы не добьемся, кто там живет, ни суставы, ни почки, ни кожу вылечить не удастся. Потому что если мы не знаем, кто это там, значит, мы будем действовать в обратном направлении. Там живет грибок, например. А мы говорим, попейте антибиотиков. Человек пьет антибиотики, а грибки питаются антибиотиками. Они только ждут, чтобы человек попил антибиотиков. И возникает мощнейший грибковый артрит. А грибковый артрит вылечить очень сложно. Это потом начинается и болезнь Бехтерева, и все, что хотите. Когда у человека покрутят в одном момент на три сустава. Следующий плацдарм. А вот следующий плацдарм – нос. Через нос уходит большое количество воздушно-капельной инфекции. Следующий плацдарм. Нос взяли, отрезали аденоиды. Следующий плацдарм – миндалины. Мешали, взяли, отрезали. Следующий плацдарм – гортань, ларингит. Следующий плацдарм – трахея, трахеид. Следующий плацдарм – предпоследний. Бронхи, бронхит. И последний плацдарм – пневмония. И туда. С тройными рядами. Все можно обрезать человеку. Чем он будет выделять гной, совершенно непонятно. У большинства людей, у которых обрезали аденоиды и миндалины, постепенно-постепенно развился хронический ларингит, фарингит с элементами бронхитов. Если паразиты лямблии и вирусы остались, то это будет еще сосмоидным или сосмотоидным или обструктивным компонентом. Что такое пневмония? Это тромбирование лимфатических узлов на выход жидкости. Что такое декзема, нейродермит, нейродермит, псориаз? Полная непроходимость лимфатических узлов из-за грибковой патологии. Грибок, который все там зацементировал. И кожа вынуждена открывать пожарные окна. Эти пожарные окна у ребенка расположены. Сгибательные поверхности, попка, там щечки, животик. В зоне скопления лимфатических узлов. У китайцев все в порядке. У японцев все в порядке. С лимфатической системой. Гимнастика есть. Вы заметили, кто движет лимфатической системой? У нас нет лимфатического сердца. Лимфатический сосуд. А вокруг него мышца. Это приблизительно так. Вот лимфатический сосуд, вот мышца. Мышца сокращается, лимфа проталкивается. Мышца не сокращается, лимфа не проталкивается. Вот мы сейчас сидим все 8 часов. У нас ничего не сокращается. Значит, ничего не проталкивается. Вот кто сидит, ногами двигает, у того сокращается и проталкивается. Я хоть тут перебираю право-влево. У меня хоть что-то проталкивается, а у вас ничего не проталкивается, поэтому посидели 5 минут, попили водички, дружненько все, в туалет потом индивидуально, и покрутили ногами, покрутили руками, размялись, немножко плечи расправили, то есть коленками подвигали, скрытая гимнастика, на себя носочки потянули, чувствуете, что устали, значит лимфа застоялась. Сидите на работе на кресле 8 часов, главный бухгалтер, думайте, где у вас белый нал, где черный, понять ничего не можете, воды не допили, ногами подвигайте, то есть скрытая гимнастика, чтобы не было геморроя, взяли и подскочили 50 раз на ягодичных мышцах, но не подскакивая над стулом, а так делая вид, что подскакиваете. Массаж лимфатических коллекторов малого таза. Не будет массажа, будет простатит, аденома и так далее, и так далее, и все вот эти последствия. То есть лимфатическая система, это шикарная система, ее нельзя греть вообще, трогать нельзя. Тубус кварц, забудьте на всю жизнь. Никаких компрессов, ничего нельзя на лимфатические узлы. Во время массажа их обходить стороной, в них живут лейкоциты. Если вы их потрогаете, помассируете, прижмете, вы его повредите, вы его вообще уничтожите. Если вы уничтожите лимфоузел под коленкой, то коленка всю жизнь будет отекать. В слоновости есть такое заболевание. А смысл? Нету смысла. Лимфа течет изнутри. Снаружи ничего не поможет, только изнутри. Лимфу можно почистить изнутри. Заставить ее двигаться невозможно, только гимнастика, только физическая гимнастика. Если лимфоузлы не забиты бактериями, это принципиально важно. Вот это называется лимфатическая система. В голове нет лимфатических сосудов, есть лимфатические озера, и лимфа стекает прямо вниз. После прочистки лимфоузлов, 10 этапов таможни, как минимум, чистая лимфа, это та же самая вода, это та же самая сукровица, это та же самая часть красной крови, в которой нет эритроцитов, впадает в венозное русло и смешивается с венозной кровью, очищая ее. А если лимфоузлов забиты, ничего не впадает, ничего не вмешивается, начинает сочиться. Организм не может пропустить через лимфоузел гнойную лимфу. Он выпустит ее наружу, на кожу, и будет экзема, псориаз, нейродермит, дерматит, атопический дерматит, диатез и все кожные заболевания. Разница только в том, кто там живет. Кто там? Тук-тук. Сиди, я сам открою. Чаще всего грибки. На втором месте глисты. На третьем месте бактерии. У них иерархия другая. Другой вид спорта. На четвертом месте вирусы. Вирусы настолько малы, что они в лимфе не живут. Вирус сразу идет в клетку. Сразу, сходу. А вот грибок живет в лимфе. И поэтому грибок поражает кожу. Если вы заметите, во всех псориазных мазях добавлены противогрибковые препараты. Фунгициды и так далее. Во всех противопсориазных. Но кожа-то, это уже пятая, двадцать пятая серия. Процесс-то идет в тканях, внутри. Вот это вот важно. Поэтому дерматологи самые счастливые врачи. Никто никогда не придет в качестве скорой помощи. Все знают, что никто никого не лечит. И никаких претензий главное. Узкие специалисты. Мы с Подхомутниковой, с Ольгой Валентиновной на эту тему все время шутим. Она говорит, я самый счастливый врач. А сейчас уже у них есть врачи. Отдельно кандидологи. Отдельно хламидиологи. Отдельно трихологи. То есть не просто уже дерматовенеролог. Дерматоз венера давно уже рассорились, распрощались. У них теперь уже по бактериям делятся врачи. То есть бактерии настолько умны. Настолько умны. Что на каждую бактерию по одному врачу. Ревматолог занимается только бета-гемолитическим стриптококом. Армия ревматологов ничего не могут сделать. Потому что бета-гемолитический стриптококк умный. А мы лечимся в другую сторону. Причины. Поражение лимфы. Психология неделания гимнастики. Хорошая вещь. Вот я вам сейчас сказала, что надо делать физкультуру. И желательно какой-нибудь вариант японской. Вот хотелось бы мне спросить на следующем модуле. Поднимите руки. Кто начал делать физкультуру? Я первое подниму. Только собираюсь. Да книгу любую купите, система ниши. Конечно, идеальный вариант, может быть, варианты какие-то йоги. Но тут нужны учителя. Сами, самих не получится. А ниши самая простая система. Если зарядку делать, то сверху начинать или снизу? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Зарядку сверху начинать что или снизу? Нет, а что вы при зарядке с головой сделаете? Массировать? Вы массаж с зарядкой не путаете? Массаж это когда вас массирует? А что, просто наклоняете? А я же говорила, вчера лекцию-то слушали, что крутить ни в коем случае. Нет, крутить не надо. Ну тогда лучше сначала ноги наклоняйте. А потом голову. Нужно взять какую-то готовую систему. С гимнастикой вообще. Если с питанием полная труба в стране, то с гимнастикой там еще хлеще. Поэтому даже вот сходу и не знаешь, что ответить. Но вообще гимнастика должна быть индивидуальна. Но на голове сразу стоять не надо. Это точно. Гимнастика это очень сложно. Но, к сожалению, мы из вас специалистов по движению тоже не готовим. Хотя вот, между прочим, все в жизни это питание и движение. Ничего больше в жизни нет. Даже секс это движение какое-то хаотическое. Если все сделано правильно, то в результате произойдет отработка лимфатической системы. Вот и отделение. Норбеков? А по поводу Норбеков мы с вами поговорим, когда мы будем глазные болезни проходить. Значит, они никак не хотят понять, что бета-каротин, что без бета-каротина человек не смотрит. В принципе, ни вдаль, ни вблизь. Поэтому хорошая система. Но, скажем так, не комплексная, не идеальная. Можно выхватить. Вообще, в принципе, все люди хорошие. И галтерапевты хорошие, и экстрасенсы хорошие. Только в упор друг друга не видят. И галтерапевты, вообще прекрасные люди, да. Хирурги, супер вооруженный терапевт. Самый лучший диагност это патологоанатом. Признан. Признан патологоанатом лучший диагност. Да. Посмертно. Мы, у нас было в Сочи, брифинг врачей. Мы до часу ночи с врачами разбирались в паразитарной программе. Один врач так был резко настроен. Ну, я не пойму, неужели у нас нету, кроме листа черного ореха. Я что, туда что поехала, да? Неужели нет, кроме листа черного ореха, нормальных паразитарных средств? Я говорю, ну, нету. Он говорит, ну, я не верю, буду искать. Я говорю, ладно. Я говорю, вы кем работаете? А так сидят, наверное, 30 врачей. Саша Мальков не доставать. Он встает и говорит, я патологоанатом. Я говорю, а вы что с паразитами собираетесь делать? Они уже покинут, говорю, вашего клиента. Что же они, говорю, ждать вас будут, пока вы там найдете средства русские. То есть веселая история. У нас есть врач очень интересный, Караганова, в Магнитогорске. Она занимается биохимическими, то есть она лаборант высшего какого-то пилотажа. И у них недавно умер от лимфогрануломатоза ребенок. И была, в общем, такая достаточно длительная реанимация. И когда они не смогли спасти этого ребенка, ребенок задохнулся, он умер, девочка, по-моему. И у нее произошло отхождение слизи. И когда вот врач вытирал, то она подошла ко мне и говорит, «Вы знаете, а какие глисты выглядят как опарыши?» Я говорю, знаете, я не знаю, честное слово. Я когда не знаю, говорю, я не знаю. Среди гинекологов я, скорее всего, окулист. Поэтому я спокойно могу говорить, это я не знаю, это я не знаю, это я не знаю. Ну, вы же не можете всего знать, да? Я говорю, я не знаю, что выглядит. Она говорит, полная тряпка была глистов, как опарыши. Такие вот, знаете, как мясо съедают? Это чья-то личиночная стадия, но была она в лимфатических узлах бронхов. Собственно, поэтому ребенок и задохнулся. Что такое отек легких? Это полная блокада выхода жидкости через мокроту наружу. Все. А заблокировано может быть грибками, паразитами, бактериями, хламидиями, слизью, густой слизью и так далее. То есть лимфатическая система – это совершенно уникальная вещь. Совершенно уникальная. Ее надо чуть-чуть хотя бы знать. Мы, конечно, не готовим из вас специалистов-лимфологов, но это все началось 5 лет назад в Липках. То есть первый доклад, который я делала, был по лимфатической системе, если кто-то помнит. И лимфоочистку прошли уже, я не знаю, наверное, уже тысячи дистрибьюторов. И многие получили очень хороший результат. И поэтому мы с вами не будем как бы спасать все человечество. Мы будем заниматься самой простой, обычной, банальной лимфоочисткой. Для этого я вам объясню механизмы, которые существуют для очистки лимфы. Итак, профессор занимался чем? Он пытался выяснить, каким образом вот отсюда отогнать воду. Вот представьте себе, если взять мышку с шубкой, побрить ее на лысо и ввести ей под кожу, например, зеленку или синьку, или краску, неважно. И засечь время. А потом начать давать разные химические вещества. Смородину, солодку, я не знаю, ножку, ну все, что хотите. Вот этот вот синяк, зеленый, будет пропадать разное количество времени. И зависит скорость пропадания от того, как быстро высосет отсюда лимфатическая система, вот эту всю жидкость. То есть, по сути дела, измерялась скорость интерстициального межтканевого транспорта. Понятно? Были проведены десятки тысяч экспериментов в течение 30 лет радиозатопными методами исследования. И было доказано, что все вещества делятся на два типа. Так же, как все болезни. Вообще все делится в жизни на два типа. Инь-янь, плюс-минус-ноль. Все болезни. Либо ты теряешь то, что тебе нужно, память, потенцию. Либо приобретаешь то, что тебе не нужно, перхоть, геморрой. Поэтому все вещества в мире делятся на два типа по отношению к лимфе. Либо они ее стимулируют на выход, разжижают, либо они ее прекращают выдвижение. Здесь есть гиалуроновые кислоты. Эти гиалуроновые кислоты могут быть либо гелем, либо золем. Гель это густой кисель, золи это жидкий кисель. Стало жидко, потекло, потом загустело. В баню зашли, то потекло, то загустело. В бассейн нырнули, потом снова в баню. Течет, загустевает, течет, загустевает температурный фактор. Поэтому, говорит, раз в день, раз в неделю надо ходить в баню. Но чтобы потекла лимфа, баня должна быть 60-80. Все остальное уже ничего не течет никуда. Белки разрушаются при температуре 60. Кожа, конечно, держит, но немного. Итак, чтобы вот эту жидкость заставить двинуться, надо применить доказанный лимфостимулятор. Не просто фантазировать, а применить доказанный лимфостимулятор. Так вот, доказанных лимфостимуляторов у нас в компании один. Солодка. Поэтому, когда мы применяем таблетку солодки, вся лимфа в организме начинает резко суетиться и двигаться к выходу. Процедура называется лимфостимуляция. Принимается натощак. Двинулась она к выходу. И вместе с ней пошли яды. Самое большое количество лимфоузлов находится в кишечнике. Тысячи, десятки тысяч. И если в этот момент в кишечник поступает сорбент, любой, келп, какой хотите, начиная от активированного угля и заканчивая любыми другими сорбентами, то происходит отфильтровывание на сорбент вот этих ядов, которые находятся там. Но их не должна догнать курица. Курица не должно быть рядом, потому что тогда курица сядет на сорбент. Поэтому первый этап называется лимфостимуляция. Второй этап называется сорбция. Но в момент сорбции происходит, к сожалению, выход наружу минералов, витаминов, энергетиков. И поэтому третий, четвертый, пятый этап называется витаминизация, минерализация, пополнение энергетического запаса. То есть первая часть программы вывод сорбции, вторая часть программы то, что вывели назад. То есть программа очистки и программа восстановления. У вас в модулях очень тщательно переписана лимфоочистка и по времени, и по срокам, и по таблеткам. И здесь надо, собственно, понимать, что для каждого органа своя лимфостимуляция. Потому что на выходе идет клеточное питание, сердце любит калий, магний, почки любят натрий. Вообще каждый орган любит что-то другое. Женские ноги могут быть счастливы только в обувном магазине, да? Так же и тут голова любит витамин В. А, допустим, репродуктивная система лицетин или витамина, витамин Е. Так вот выводим мы все одномоментно, у всех общее, а вводим каждому индивидуально. Больное сердце, пи-калий, натрий, магний. Больная репродуктивная система, пи-витамина, витамин Е. То есть лимфоочистку надо не по таблеткам запоминать, а по принципам. Лимфоочистка может быть один день, два, три, четыре, десять, двадцать. Она может быть после химиотерапии, она может быть после гриппа, она может быть до гриппа в качестве профилактики, она может быть после алкогольного отравления. Супер! Лимфоочистка после интоксикации – это супер! Она может быть, когда стресс произошел, когда вы рентген сделали, когда вы УЗИ сделали. Она может быть в любых случаях жизни в качестве помощи целому огромному коллектору, который очищает ваш организм. То есть лимфоочистка – это принципы. Это не конкретные схемы, это, конечно, конкретные схемы на конце, но это суть, ее надо понимать. Мы должны понимать, что? Что мы заставим воду в организме всю, это печень, почки, это сердце, это мышцы, это кости, это головной мозг, вся вода одновременная, начнет двигаться, потечет быстрее. Когда она потечет, нам надо ее профильтровать через сорбент, очистить. Сорбент уйдет естественным путем. И не забыть принять витамины, минералы и какие-нибудь питательные вещества. Все! Ничего там больше нету особенного. Но очень важно, чтобы вы понимали. Сделал рентген – почисти лимфу. Принял химию – почисти лимфу. Пропил курс антибиотика – почисти хотя бы чуть-чуть. То есть дай возможность. Переболел пневмонией, бронхитом, гайморитом, проктитом, чем хочешь. Хоть пилонефритом – почисти лимфу. Потому что чистка кишечника при помощи коловады – это другое. Это ты чистишь кишечник. А лимфа тут вообще ни при чем. А лимфа – это все ткани организма. Все. 83% ядов копятся именно в межклеточной жидкости. Не в крови, не в почках, не в печени. Процентов 15 копятся в кишечнике. А может быть больше. А у кого-то вообще… Но все токсические яды, растворенные в воде… Вот все яды, которые нерастворимы в воде. Ну, есть нерастворимые в воде какие-то вещи. Объелся мела там или глины. То есть это нерастворима в воде. Значит, в кишечнике все будет лежать. Если оно способно, не дай бог, раствориться в воде и уйти в кровь, все сядет здесь в межклеточной жидкости. Противопоказаний для лимфоочистки нету, потому что средства, набор средств может быть любого уровня. Любого уровня. Это могут быть самые простые препараты. Солодка, активированный уголь, витамин С. Это может быть витамин, там, я не знаю, фолиевая кислота. То есть противопоказания могут быть не на систему. Они могут быть каждого отдельно взятого человека на конкретно взятый препарат. На принцип противопоказаний нет. Будь то ребенок только что рожденный, будь то раковый и больной в терминальной стадии. И тех, и других лимфу надо чистить, интоксикацию надо снимать, двигать надо межклеточную воду, жидкость, чтобы это не было стоячим болотом. Если болото будет стоять, в нем будет развиваться все, что требует стоячей воды. Стоячее болото киснет. В горной реке никто не живет. Не получится горной реке, у нас так быстро вдруг раз и промылись. Но если человек пойдет по нашему пути, а какой наш путь? Изучить что-нибудь, понять, принять. Поменьше кушать разной гадости. Возвращаемся на ступень назад. Маринованное, консервированное, даже повторять не буду. Поменьше пить всякой гадости. Вы видите, куда нас все время заносит? Туда, назад. Все гениально просто в этом мире. Если ты будешь делать нормальные вещи, все органы и системы, в том числе эмфатические, будут работать нормально. Посмотрел, какие паразиты, убрал. Посмотрел, какие вирусы, обследовался, убрал. Попытался, поднял иммунитет. Снова. То есть процесс лечения не должен быть. Сегодня лечусь, а завтра живу. Процесс оздоровительной реабилитации должен идти каждый день. Каждый день не надо загрязняться. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят. То есть не сорите в своем организме. Не кушайте все, что движется, неприколочено, ползает там, хрюкает. Поменьше этого всего. Есть достаточно много хороших вкусных вещей. Кушать надо меньше, но чаще. Как говорят, мало есть. Много есть вредно, а мало скучно. Мы копаем себе могилу ложкой и вилкой. Китайцы все про это знают. Итак, лимфосистема требует к себе колоссального уважения. Колоссального. Потому что она не прощает ничего. Если желудок прощает все, репродуктивная система прощает частично, то лимфатическая система вообще ничего не прощает. Потому что от нее зависит собственность жизни и обеспечение человека на уровне Т, ИА, Б, В, Г, Д, соли тяжелых металлов, токсины, антибиотики, химические вещества, уксусы, формальдегиды, ацетоны, парацетамолы. Это все лимфатическая система. Все. Абсолютно. Плохое пиво, плохое вино, плохие соки, лимонная кислота. Все упадет. Кровь сразу все. В крови взятки гладкие. И нету. В межклеточную жидкость. А дальше работает лимфатическая система. Вот как она у вас работает, у нас, у каждого человека. Вот такая будет и жизнь. То есть мы с вами сегодня прошли три системы. Кровь, сердечно-сосудистую и лимфу. Это три системообразующие потоки жидкостей. Все остальное – это варианты. Чуть-чуть добавьте желудочного сока, будет кислоты, будет желудочный сок. Чуть-чуть ядов – будет моча. Чуть-чуть там сперматозоидов – будет сперма. Это та же лимфа. Это та же лимфа. Чуть-чуть пищеварительных соков – это слюна. Чуть-чуть там адреналина – это слезная жидкость. Потому что человек плачет, чтобы выделить адреналин. Самая высокая плотность слезы в организме. Очистите тщательно лимфу – будет спинномозговая жидкость. То есть все – одна и та же жидкость. Одна и та же. Не бывает отдельно кровь, отдельно лимфа, отдельно моча. И когда моча ударяет в голову, естественно, это та же самая кровь. И это та же самая лимфа, которая не отошла. Все едино. Круговорот воды в организме человека завязаны на огромные межклеточные жидкости. 70 литров межклеточной жидкости. 70. При весе, ну там, 90 килограмм. Ну 50 при весе 70 килограмм. Какая разница? Огромное количество. Этой жидкостью не занимается никто из врачей. Практически. Вот если только вы подсоединяетесь. В коралловом клубе очень много врачей. Очень много хороших врачей. Если врач встает на позицию «сначала почистишь, а потом разберемся». Это очень хорошая позиция. Это позиция не кораллового клуба. Это позиция авицены. Сначала почистись, прекрати есть, успокойся, поголодай. Не помогло – пойди к врачу. По переводичке «не помогло – пойди к врачу». А если все так сделают, то к врачу ходить не надо будет. Это заодно и врачей освободим. От тяжелого пахотного труда. Все равно бесплатно работают. Вот про лимфатическую систему вроде все. У вас, конечно, будут вопросы. Потому что уровень информации идет очень серьезный. Ну очень серьезный. Но что-то сложное. Вот вы не медик. Все понятно, да? Представляете, задача, чтобы за два-два, еще там два дня вам всем было все понятно в организме. Представляете, задача? Я 7 лет училась, 25 лет назад. Вышла, думаю, боже мой, ничего не понимаю, что там происходит. Ольга Алексеевна Бутакова. Врач, исследователь, нутрициолог, кандидат педагогических наук, действительный член Международной академии информатизации, серебряный мастер компании «Международный коралловый клуб». В 1982 году закончила Ленинградский медицинский институт. Первую половину своей врачебной практики она работала в медицине острых состояний. Возглавляла отделение неотложной медицинской скорой помощи военного округа на Дальнем Востоке. Ольга Алексеевна всегда интересовалась вопросами сохранения здоровья. Изучала технологии сохранения здоровья долгожителей народов Китая, Японии, Тибета. Освоила иглорефлексотерапию, иридодиагностику, гимнастику тайджи цюань и японскую мануальную терапию. Занималась лечебным голоданием на кафедре разгрузочной терапии и вопросами реабилитации в авиационно-космическом институте в Москве. Ольга Алексеевна всегда стремилась получать знания у авторов методик. Академик Бадмаев, профессора Ваграник, Вильховер, Николаев, профессор Сайонджи. В поисках знаний Ольга Алексеевна объездила разные страны. Китай, Индия, страны Европы. Изучая новые технологии продуктов для здоровья, в 2000 году она познакомилась с компанией Международный коралловый клуб, где вместе с серебряным мастером Андреем Гуреевым основала Академию здоровья. Вот уже шесть лет Ольга Бутакова и её бессменный руководитель. В качестве эксперта была приглашена международные телевизионные проекты «Тайна живой воды» и «Осторожная еда», где сотрудничала с такими выдающимися учёными, как Академик Казначеев, профессор Коротков, профессор Зенин, исследователи Масаруэмото и Алоис Грубер. Ольга Алексеевна и сегодня продолжает сотрудничать с лабораторией Масаруэмото в Европе в области энергетики воды. В своей практике Ольга Алексеевна пришла к выводу, что только просветительством, обучением людей можно изменить их отношение к своему здоровью. Сегодня тысячи людей получили глубокие знания в области здоровья в разных странах мира — Россия, Украина, страны Балтии, Казахстан, Узбекистан, Монголия, Черногория, Италия. Ольга Алексеевна замечательный и оптимистичный человек и просто очаровательная женщина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова